В Владивостоке активно реализуются проекты по благоустройству, авторы которых сами жители. Так, например, на Лермонтово 93 в поселке Трудовое монтируют новую спортивную площадку. Поблизости от дома уже есть волейбольная и детская, но теперь к ним присоединится еще один новый объект. Все это в рамках грантового конкурса ТОС. Инициативной группой жильцов подготовлены документы для участия в программе «Территориальное местное самоуправление». По данной программе у нас появилась возможность на месте старой разрушенной спортивной площадки сделать новую спортивную площадку со спортивным инвентарем, которая будет покрыта мягким покрытием, то есть для удобства. На этой площадке будет заниматься как молодое поколение, так и люди пожилого возраста. Программа ТОС оказалась оптимальным путем реализации проекта. Строительные работы уже подходят к финишной прямой. Инициатива была проявлена всеми жителями района, все поддержали такое новшество. Именно такой современной площадки у нас в таком состоянии не было. Строительство данной площадки идет поэтапно. На данный момент строится около двух месяцев. Надеемся, что в ближайший месяц площадка будет сдана. По словам Екатерины Боковенко, для успеха задуманного в ТОСе самое главное – ничего не бояться и участвовать в подобных мероприятиях, потому что результат есть. Конечно, важен каждый голос жителя, как и на любых выборах, так как гражданская позиция должна быть высказана. Я регулярно хожу на выборы, так как считаю, что мой голос важен и повлияет на конечный итог голосования. Более 10 миллиардов рублей было потрачено на благоустройство в Приморье за последние пять лет. А сейчас в крае одновременно действуют пять федеральных и краевых программ по благоустройству. Также по поручению губернатора Олега Кожемяка открылся Центр гражданских инициатив, который помогает организовать и развить ТОС. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.